Музыка Всем доброй ночи, Клуб Редакторов. Как здорово, что здесь мы собрались. И я представлю нашей аудитории гостей и участников клуба Дмитрий Жук, Белта, Галина Мальшевская, Комсомольская правда, Екатерина Дубинская, холдинг Минск новости и Марины Золотова, Тутбай. Давайте мы посмотрим картину ушедшей недели, которую яркими и сочными мазками написали наши наблюдатели АТН. Самолет египетской авиакомпании был захвачен и направлен пассажиром в кипрский аэропорт города Ларнаки. Подозреваемый задержан, пассажиры и экипаж не пострадали. Александр Лукашенко встретился с официальным представителем Пентагона Майклом Карпентером. Виктория Азаренко вновь вошла в первую пятерку лучших теннисисток мира во время турнира в Майами. Беларусь второй раз может принять чемпионат мира по хоккею. Об этом на неделе в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил первый вице-президент НОКа Максим Рыженков. 2 апреля Беларусь и Россия отметили 20 лет союзных отношений. Вы знаете, на меня более всего впечатление произвело, и, наверное, это одно из главных политических событий уходящей недели. Это визит официального представителя Пентагона и его встреча с нашими руководителями и конкретно с президентом. Ну, Соединенные Штаты не только страна, которая моду и атмосферу характеризует, но это страна, к мнению которой прислушиваются даже те, кто не очень хочет. И визит господина Карпентера, ну, по-своему, интересен, хотя мне показалось, что здесь есть какая-то внутренняя попытка, может, вы не согласитесь, коллеги, опять каким-то образом манипулировать Республикой Беларусь. То есть, когда в дни этих похолоданий, санкций, угроз, взаимных конфликтов, то нами манипулировали и для общественного мнения, и для дипломатических кругов, как вот страна, инфан-терибль, которую нужно учить, которую нужно подсказывать, ставить на место и так далее, и так далее. Сейчас, когда как-то круто изменилась обстановка, на Беларусь смотрит, и Беларусь в некоторых кругах рассматривается как попытка новую архитектонику вот на этой части Европы, в частности, как-то ослабить Россию, что ли, равновесить с тем, что происходит на Украине и еще что-то. Не показалось ли вам, что вот какая-то есть такая внутренняя дематургия некая, вот в визитах очень высокопоставленного американского представителя? Знаете, Павел Золотович, мы так рассуждаем, ну давайте о фактах. Во-первых, прямой диалог. Это факт очевидный. Это уже хорошо и шаг вперед. Лучше говорить, чем молчать. И есть возможность донести напрямую свою точку зрения у двух сторон. Это очень важно. А что касается манипуляций, либо попыток манипуляций, в этом и состоит, наверное, политика. Вопрос каждой из сторон, насколько они ведутся на эти манипуляции, сохраняют свою точку зрения и прежде всего отстаивают свои интересы. Поэтому бояться этих попыток не нужно. Их просто нужно грамотно использовать и умело противостоять этим вещам, если это необходимо. Мы здесь в клубе вообще ничего не боимся. Мы просто обсуждаем то, что происходит, и высказываем только свое небольшое мнение редакторов. Марина. Да, я считаю, что внутренняя драматургия, безусловно, есть. Она есть всегда в любом визите. И тут еще надо помнить о том, что в конце апреля штаты будут пересматривать вопрос о санкциях. Во время этого визита тоже было важно, что прозвучала мысль об обмене военными атташе. Важно еще то, что на повестке дня вопрос о статусе дипломатических представителей в Беларуси и в Штатах, да, и то, что очень сильно волнует, например, граждан Беларуси, это восстановление полноценной работы американского посольства, когда визы граждане Беларуси американские смогут получать в Минске. И вот это восстановление отношений, это, конечно, во всяком случае, вот этот визит дает надежду на то, что взаимоотношения между Беларусью и Штатами будут налаживаться, вот точно так же, как это происходило сейчас с Евросоюзом. Спасибо. Галя, я бы хотел твое мнение узнать по такому локальному, что ли, эпизоду из этой встречи. Как ты считаешь, случайно или это просто как будто естественный ход событий, что разговор пошел о восстановлении военного атташата, не, скажем, начинались атташе по культуре? Это случайность или все-таки тоже здесь, как вот Марина сказала, внутренняя драматургия есть? Я бы рассматривала этот визит как один из шагов в общем ряду событий, которые происходят, активно происходят на протяжении последнего года. И в этом смысле уже происходили визиты разного статуса сотрудников и государственного департамента, в данном случае военного. А что касается культуры, ну, мне кажется, что подвижки уже давно пошли. И мы можем вспомнить 9 мая прошлого года, переезд оркестром. Мне кажется, тут как раз уже все эти шаги были сделаны, скажем так, в нужном направлении. Если вы хотите намекнуть на военное сотрудничество, то я сделаю вид, что я намека не понимаю. Мне просто кажется, что разностороннесть отношений – это очень правильно. И следующий шаг, мне кажется, действительно будет уже более весомый. И цель-то понятная, да, это выравнивание уровня взаимоотношений до статуса посольства. Прекрасно. Было бы интересно, если бы в Вашингтон послать оркестр Михаила Финберга, который промаршевал бы и тоже, я думаю, произвел большое впечатление. Но не меньше, чем тогда американские музыканты в Гринске. Да, да, да. Хорошо, спасибо. Соответствующие программы. То есть ты не видишь, что здесь есть некоторая такая особенность? Интрига есть всегда, но мне кажется, что канва задана совершенно логично, правильно. Дай бог, чтобы дальше просто это продолжалось на разных уровнях. Есть очень много людей, и в Беларуси в том числе, которые в силу пропаганды, в том числе и более, чем в том числе российских телеканалов, ну, считают, что если что-то не случилось в личной жизни, то виноват Обама. И вообще, что Америка спит и видит, как захватывать территории, вокруг лежащие, для того, чтобы колонизировать, пить соки, богатеть, лежать на печке американской, ничего не делать. То есть какая-то страна, в представлении многих, к сожалению, у нас с этим приходится встречаться, что где в мире не произошло, это виноваты Соединенные Штаты. У тебя какое мнение на сей счет? Нет, у меня такого мнения на сей счет нет. Я бы больше, сказал Павел Павлович, я бы рассматривала не только американский визит, а последнюю очереду всех визитов в Беларусь. Посмотрите, на этих днях высокопоставленная делегация Швеции переезжала, до этого Словения. То есть я тут поддерживаю Дмитрия, что диалог это лучше, чем не диалог, и дружить лучше, чем не дружить, понимаете? И поэтому в этом контексте здесь не только по отношению к Америке, у кого-то может быть какие-то, что там Обама в чем-то виноват, к Европе у нас тоже там у многих отношение такое. Поэтому вот эти вот шаги, которые все идут вот сегодня, мне кажется, что если их вместе проследить, но когда вы спрашиваете про подтекст, то у меня лично все-таки какие-то внутри, ну, наверное, у каждого есть какой-то внутренний цензор, у меня тоже есть такое опасение. А с чем к нам приехали? Вот. И когда, например, меня вот как маму, которая отправляла там несколько лет назад сына служить в армию, и когда в контексте визита высокопоставленного деятеля американского звучат слова президента о том, что никогда белорусы не будут воевать на чужой земле, даже если это союзническая земля, для меня, честно говоря, вот в этом контексте визита даже прозвучали вот как бы от всех мам, как бы такое внутри чувство уверенности, что слава богу. Как мать и как женщина заклеймила ты каким-то образом военщину американскую. Марина, у тебя есть что добавить к этому сегменту нашей дискуссии? Мы подождем конца апреля, посмотрим, какое решение будет принято там Госдепу. А я вот хотел бы зацепился за фразу вашу, Павел Зоточ. Вот мы пытаемся кого-то в наших бедах обвинять. То Обаму, то Евросоюз, то еще кого-то, то мифические персонажи, то реальных представителей власти. А у меня на этой неделе на сайте молодой парень, журналист, написал небольшую колоночку, зла не хватает. Он говорит, мы злимся на гаишника, потому что он нас штрафует, мы скорость превысили. Мы там на контролера, который, когда без билета едем, тоже злимся. А на себя самих вот зла не хватает. Вот может быть в этом есть глубокая суть в этих рассуждениях. На себя надо смотреть прежде всего. Конечно, Дима. Это как ментальная такая загадка. Вместо того, чтобы, как президент говорит, что убрать мусор возле собственного крыльца, мы начинаем искать чаще всего виноватых. Мне кажется, что ситуация на самом деле в этом плане все-таки меняется к лучшему. Потому что 25 лет независимости, они все-таки зря не проходят. Да, конечно, когда мы жили в Советском Союзе, мы не привыкли нести ответственность за то, что происходит с нами. Да, там в ВУЗ поступят, там квартиру дадут, зарплату дадут и так далее, и так далее. Но в конце концов постепенно приходит вот это понимание, что ответственность за себя, за своих близких, за свой подъезд, за свой двор и за свою страну мы в первую очередь несем сами. И потому, что все больше все-таки в Беларуси появляется инициативных людей, готовых нести ответственность за свои действия и за то, что происходит рядом с ними. Поэтому, в общем, какой-то оптимизм у меня присутствует. Вот как хорошо получилось, из визита американского представителя мы вышли на более глубокие моральные, то есть не более глубокие, но достаточно глубокие моральные проблемы, касающиеся каждого из нас. Я хочу сказать, что мне очень бы хотелось, чтобы вся вот эта деятельность дипломатическая, которая, безусловно, представляет прекрасную возможность сравнить то, что было три года назад, и то, что сегодня происходит, когда открыты и двери, и причем дорога во всех направлениях, и реальные шаги есть. Современные белорусы, как мне кажется, должны гнуть вот эту линию, которая у нас на протяжении последних лет двадцати, что Беларусь для всех открыта. Беларусь не видит в мире врагов, и Беларусь со всеми готова дружить на какой-то такой нормальной, здравой основе. Это очень хорошо, и вот дай бог, чтобы и из этого визита мистера Карпентера тоже пристекали какие-то хорошие, в том числе и ментальное продолжение. Но у нас есть еще одна дата, это День единения, 2 апреля. Я был участником этих замечательных событий, когда бокалы поднимались, потом, на счастье, их били. Но прошло 20 лет, и эти 20 лет были не простой дороги, были и образно, хотя образ не очень большой и глубокий, и канавы, и ямы, и даже пытались некоторые участники этого процесса, ну, на уровне таком низовом и рвы, воздвигать и навязывать Беларусь, в частности, кое-какие войны. Но это все, как бы, издержки движения, издержки любой дороги. Но 20 лет мы продолжаем оставаться с Россией союзниками, главными союзниками, стратегическими союзниками. Мы продолжаем совершенствовать союзное государство, несмотря на все трудности. И, в общем, в целом, как я понимаю, больше позитивных ощущений от 20 лет нашего построения союзного государства. Хотя, конечно, до сих пор очень трудно как-то осмыслить, если это государство, даже союзное, то почему два президента? Если это не государство, то почему оно так зовется? Хотя, возможно, терминология здесь – это не главное. Главное, как мне кажется, заключается в том, что сейчас есть смысл спросить вот этих 20 лет союзных, что дали каждому из нас? Ну, наверное, какое-то ощущение более широкого мира, в котором ты живешь, в котором нет границ. Я хотел бы вот о чем сказать. Мы можем долго обсуждать плюсы и минусы, а вы на просто несколько минут себе представьте ситуацию. Когда вот там у нас между Оршей и Смоленском снова граница, снова погранпереходы, снова таможня. Прилетая или приезжая в Москву на вокзал либо в аэропорт, мы стоим на паспортный контроль. Это вот те какие-то вещи. Наши ребята, которые едут учиться в московские вузы, что греха таить, уровень их образования, которое они дают, весьма высокий, котируются в мире. Сталкиваются с целой чередой формальностей, которых сегодня нет для поступления. То же самое касается и людей, которые работают. Это хорошо, когда люди могут работать и там, и здесь. Это тот переток, к которому мы стремимся. Вот представьте, этого нет. Что скорая помощь тебе не окажет неотложную помощь бесплатно, а выставит счет потом, если у тебя нет страховки. Много-много таких вещей. И тогда ты начинаешь понимать, да, это есть, это работает. Галя, что тебе? Активная жительница Союзного государства. Мне вообще все очень просто. Эти 20 лет, это как раз те 20 лет, которые я работаю в Комсомолке в этом году. Поэтому у меня тоже такой юбилей. И понятно, что Комсомолка, она как бы без границ. В Российской Федерации, в Беларуси это друзья, это коллеги, это люди, с которыми мы общаемся. Это единое информационное пространство. Но это просто моя жизнь, и личная, и профессиональная. И совершенно понятно, что про бизнес тоже нужно сказать. Когда нет границ и нет лишних сложностей, есть унификация в законодательстве. Есть возможность у капитала перемещаться. И есть возможность у людей зарабатывать, продавать и покупать, ездить в гости, ездить в музеи и в театры. То, собственно говоря, это твоя жизнь, ты в этом живешь. Спасибо. Катя. Обычно юбилей, любая юбилейная дата, тут такая 20, всегда думаешь, а что дальше? А что же дальше? Дальше все очень просто. Потому что я когда даже посмотрела, вот все, что происходит в эти юбилейные дни, очень много говорят о сотрудничестве регионов. Я опять же возвращаюсь вот к тому, что сказала Марина, что все зависит только от нас самих. Если Минск дружит с Новосибирском, если это побратимы, если в глаза не просто друг другу смотрите, как в одной из ваших, по-моему, в Союзе было правильно написано, дружить это не хороводы водить, да? Ну хотя хороводы это тоже хорошо. Но если смотреть, если вот это все зависит только от людей, от руководителей предприятий, регионов, только от нас самих, каким будет это будущее? Мне бы очень хотелось, чтобы в следующие 20 лет, а может быть все-таки и раньше, может быть к 25-летию, был решен вопрос о медицинском обслуживании, да? Вот не только экстренном, потому что чтобы те же самые белорусы, которые приезжают в Россию, совершенно спокойно знали, что у них не только по экстренному, но есть такое медицинское обслуживание и у россиян. Поэтому мне мечтается в эти 20 лет уже о следующей пятилетке. Союзного государства. Союзного государства. Понятно. Марина? Ну у меня, наверное, немножко отличается мнение того, что уже было сказано. Я совершенно, правда, согласна с Дмитрием Александровичем по поводу сотрудничества в социальной сфере. И это действительно самое важное достижение, которое было сделано за эти 20 лет. Но что касается сотрудничества в экономической сфере, то тут возникает очень много вопросов. Вот прям сразу много, и у меня нет четкого видения. Я для себя, например, не могу определить, почему, например, экономические вопросы, рассматриваемые в рамках союзного государства, не могут, например, рассматриваться в рамках Евразийского экономического союза. То есть зачем вот эти два образования? С января 2015 года мы живем в Евразийском экономическом союзе, и тут у нас есть вопросы по барьерам, изъятиям. И в союзном государстве есть те же самые вопросы. То есть вот здесь, а если мы вообще пойдем еще дальше, откроем договор о создании союзного государства, и почитаем, что там касается экономической сферы, мы удивимся, сколько всего там должно быть, и это все не исполняется. То есть вот здесь вот у меня большие вопросы. Ну и с другой стороны целесообразность дальнейшего развития вот этого образования именно в экономической сфере. Это первое. И второе, это то, что вообще, конечно, очень круто, что вот это вот пространство на восток, оно открыто. Но хотелось бы, чтобы еще пространство было открыто и по другим направлениям, да? Марин, ну это же не исключает одно другого, правда? Оно не исключает. Хотелось бы, чтобы дополняло, правда? Слушайте, я говорю именно о том, что хотелось бы, да. Например, приезжая в Вильнюс, не стоять в разных очередях, да, для граждан Евросоюза, неграждан Евросоюза, а как-то вот эти все бюрократические процедуры решались бы гораздо проще. Вот. Ну и самое последнее, это то, что дата, день единения народа в Беларуси и России, оно для меня звучит странно. Вот именно вот такая формулировка, потому что, ну, как будто мы были разъединены, да? То есть я помню 90-е годы, действительно, начало 90-х. У меня не было ощущения, что было какое-то разъединение. Не, Мария, объективности ради, мы все это помним, когда тебя будили под Оршей чуть ли не прикладом и начинали документы спрашивать, а потом через некоторое время уже российские пограничники делали то же самое. Было не очень комфортно, и элементы единения как-то не чувствовалось. Две страны оживут так, как жили всегда. Были вопросы чисто экономические, такие, производственные. Вот бумага с Волжского комбината, вот еще что-то, вот тарифы. Вот даже там газета зарегистрирована в Беларуси, а вопрос юридический такой-такой. И, соответственно, для тех, кто погружен в эту работу и помнит те времена, все прекрасно понимают, что поменялось. И если вот позволите, в чем смысл союзного государства, да, когда есть теперь более глобальное образование, мы этот вопрос для себя как бы давно обсудили и закрыли. Это такое очень емкое, очень образование, в котором откатываются, обсуждаются в узком кругу людей, которые давно в диалоге, решения, которые дальше или транслируются более широкому кругу партнеров, или дорабатываются. То есть это такой своеобразный клуб очень-очень-очень людей, которые и на уровне правительства, и на уровне президента, и на уровне секретариата союзного государства обсуждают в рабочем режиме живопищащие вещи и готовят решения. Это очень важно, иметь такой формат. Понимаете, всегда хочется иметь все-таки результат 20 лет. Да, правильно, поэтому надо смотреть на реальный результат. И я не верю в то, что в ближайшее время будут выкопаны столбы на границе с Евросоюзом, потому что они сами, к сожалению, внешние угрозы и внутренние угрозы терроризма заставляют их вводить у себя пограничные контроли и другие. Поэтому давайте будем реалистами, будем стремиться, но будем понимать, что возможно в ближайшее время, а что не возможно. Давайте, это звучит всегда, слово «давайте» звучит всегда умиротворяюще. Я своим ощущением поделюсь. Мне нравится, что мы живем без столбовых и иных каких-то разделительных штучек с Россией. Это очень хорошо. Что мне не нравится? Мне не нравятся две вещи. И можете меня камнями забросать, но я их назову. Мне не нравится, как ведут себя российские водители в Минске, когда приезжают сюда. Это ужасно. И мне не нравится российское телевидение, как оно ведет себя почти 24 часа в сутки. Если среди вас есть любитель российского телевидения, в его политической составляющей, то можете со мной не согласиться. Но мне кажется, что вот эти вот две вещи меня лично не устраивают в нашем союзном государстве. И я надеюсь, что наша суровая, строгая, но справедливая ГАИ все-таки научит наших российских друзей, когда они приезжают на каникулы сюда, в Минск. И мы этому очень рады, в действительности. Но научит не парковаться у дверей ГУМа, не пугать прохожих, не обгонять и так далее. А что касается моей второй боли, то будем надеяться, что уймутся коллеги, потому что то, что они делают, способно нанести большую психологическую травму даже самым невинным телезрителям, когда каждую минуту вбивают им в голову, что все плохо, и по-белорусски берут те хлопцы стрельбу, а что дальше, непонятно. На ушедшей неделе был и печальный случай. Ушел из жизни наш последний народный поэт, Нил Семенович Гилевич, человек, оставивший заметный след в литературе. Он был личностью весьма-весьма публичной. Нил Семенович оставил после себя большое литературное наследие. По-моему, 23 тома. Ну, это побольше будет, чем наш Вильям Шекспир, по-моему. Что меня удивило, и не знаю, удивило ли это вас, что я очень старательно перелистывал в течение какого-то времени периодику, в интернет забрался, как это наследие, а это громадное наследие литературное, как оно было воспринято профессиональной средой литературной. И вы знаете, я не обнаружил ни одного критического выступления. Критического не в смысле слова критики, а в литературном смысле. То есть не было серьезного исследования, профессионального критического, ни одного. Ну, за исключением, если память не изменяет, Михася Скоблой. Но мне кажется, что отсутствие критики литературной это один из тех гвоздей в гроб литературы, о которой много говорят. Я так алярмистски не считаю, что литература заканчивается. Наоборот, сейчас в последнее время есть значительное количество произведений, привлекших внимания. Ну, и не будем забывать, конечно же, о том, что у нас есть, собственно, Нобелевский лауреат Светлана Алексеевича. Но, тем не менее, отсутствие критики, мне кажется, это очень тяжелый симптом. Вы знаете, если мы будем хвататься, вот так нету, давайте делать. Или еще что-то. Вот это такой процесс, как и литературы, так и литературной критики, в котором важна школа, важна система. И если этой школы преемственности нет, или она где-то обрывается, то восстановить эти традиции крайне сложно. И это мы можем видеть на истории таких великих литератур, как русская литература. Не всегда процесс шел ровный, не всегда однозначный. И самое главное, что этот процесс не должен и не может быть однозначным. Там должны быть многие точки зрения. А у нас, к сожалению, в 90-е годы появилась такая тенденция либо восхвалять, либо уничижать. Либо с плюсом, либо с минусом. И серьезных рассуждений, которые бы видели как и достойные моменты, так и негативные тенденции, почему-то не стало. Все бросились в какие-то крайности. И я надеюсь, что этот период пройдет, закончится, и мы получим нормальную школу критическую у нас. Я вот думаю, что с чем-то соглашаясь Дмитрием, я не соглашусь с тем, что нельзя это делать наскоком. Не то, что наскоком, но то, что этого не хватает повседневно. Я сейчас говорю просто об обычных СМИ, в которых я не говорю, а о каких-то больших критических материалах, исследованиях в толстых журналах. Ну, к сожалению, с ограниченным, кстати, тиражом. Вот если бы у меня сегодня появился автор, который бы исследовал белорусскую литературу, пусть даже в небольших еженедельных каких-то обзорах, я бы это только приветствовала. Потому что, к сожалению, помните, раньше говорили, читатель почитывает, писатель пописывает. Да не почитывает читатель, потому что ему сегодня никто не подсказывает. И, на мой взгляд, мы даже сегодня вот говорим Аниль Семеновичу Гилевичу, ушедшему, говорим про эти 23 тома. А на вскидку, вот потеряли там, на мове надо говорить все это, а на вскидку вы сегодня выйдете, спросите. Три стихотворения назовут там какие-то, то, что поет Анатолий Иванович Ермоленко, да, там знаменитую, или там «Шлях до Беларуси», «Ах, я к нам далекая ше до Беларуси», и все. А может быть, если бы, так сказать, вот в больших тиражах, все-таки у нас хорошие тиражи и у многих изданий, и у тех же информационных порталов, большая аудитория, если бы там звучало вот это вот критическое слово, такое доступное, я бы сказала, что критика должна сегодня нести просветительскую какую-то функцию. Да, дело в том, что у Гилевича, кроме упомянутых тобой стихов, есть роман в стихах уникальный, который вообще сделал бы честь европейской литературе, но его замолчали и друзья Гилевича, и недруги Гилевича, об этом разговор. Ведь помним мы еще все времена, когда там какой-то повесть, роман в иностранке, в знамени, в нем они, в конце концов, вызывал ажиотаж, желание дай почитать, а ты уже читал, и так далее, и так далее. У нас очень значительное по, так сказать, составу два союза писателей. Есть два, может быть, основных органа литературных. Это газета «Литература и Мостатство», хорошая, на мой взгляд, крепкая газета, и хороший, серьезный, профессиональный, художественный журнал «Диаслов». И вот, вы знаете, у «Лима» мизерный тираж, и у «Диаслова» мизерный, при том, что у нас почти тысяча членов союза писателей. Ну, каждый бы выписал в силу своих, так сказать, представлений и пристрастий. Один «Лим» уже было бы там что-то за тысячу, один «Диаслов» уже было бы что-то. То есть люди, которые рвут постоянно рубахи, стирают языки, ломают руки, что гиня то и сё, и что литература наша в трудном положении. Но помочь хоть таким вот небольшим образом как-то на это не идут. Разговоров много, а просто элементарно поддержать литературным органам, никого нет желания какой-то полтинник достать и сделать это. Очень жаль. А уже отсутствие критики, вот то, что Дима очень правильно сказал, что есть две крайности. Когда-то Лим, в те далёкие советские времена, называли Лим «Лесть и месть». Ну тогда вот так она позиционировала себя. Сейчас другая газета, очень хорошая газета. Но действительно, это для литературы нашей осталось. Или возвеличивание, так сказать, своего кружка маленького, либо замалчивание даже большого. О лауреате Нобелевской премии может быть больше говорить. Потому что как-то её сначала покричали наши горлопаны политические, а потом все должны забыли, и нет такого ни человека, ни писателя. Тебя это вот не тревожит? У нас буквально на выходных или в понедельник выходила статья выступления Алексеевича в Голландии на презентации её переводов. Поэтому я не согласна с тем, что по горлопанили и забыли. Я вижу, что внимание велико и со стороны аудитории, и со стороны медиа. А мы вот хотели бы увидеть что-то о её произведениях, какую-то хорошую, грамотную, взвешенную позицию критика, специалиста. Может, мы прочли, мы чего-то, может, не увидели. Бывает такое, пересчитываешь книгу, и ты находишь ещё-ещё что-то. Смотрите, ведь мы сейчас говорим о национальных изданиях, о средствах массовой информации, общественно-политических, или с достаточно большим тиражом. Но есть у нас критики, и молодые критики в том числе, и критики, те, которых мы помним ещё со школьных или университетских времён, и они пишут на тему современной литературы. То есть это выходит и в периодических изданиях, специализированных это выходит, научная литература выходит, и просто в интернете они пишут. Поэтому я бы не говорила, ну, то есть я не вижу здесь катастрофы, да. Что касается вот этого печального события, на самом деле, с Мартинила Гелевича, я думаю, что наше общество вообще должно, конечно, вынести какой-то урок из этого, потому что, ну, вот то, что она эти 23 тома издавала за собственные деньги, да, это не очень правильно. И сейчас общество способно объединяться для каких-то полезных дел, да. Мы знаем, насколько сейчас популярны какие-то краудфандинговые идеи. Я думаю, что, во всяком случае, в ситуации с Нилом Гелевичем это должно работать. И я верю в то, что это будет работать. Что? Конкретизируй, пожалуйста. Ну, например, если родится, а я уверена, что родится идея издать какие-то лучшие произведения, там, сделать какой-то, ну, трибют, что-то посвященное творчеству Гелевича, то средства на это, если не найдется спонсора, если не найдется средства государства, то общество в состоянии найти деньги самостоятельно. Я немножко о другом говорил. О том, что для начала кто-то должен, кто-то историк, а инший, а мудрый, как наш классик, кто-то должен найти, и вообще, коль мы говорим о ушедшем, о Гелевиче, кто-то должен сосредоточиться из аспирантов, докторов и иных на том, чтобы оценить то, что сделал Гелевич, потому что он сделал очень много, и об этом ни слова. Но кроме Гелевича, у нас есть еще немало очень хороших литераторов, о которых молодежь просто не слыхала. И дело не в том, дело здесь не в коммерческой, так сказать, основе. Я весь, собственно говоря, повод для этого разговора, что почему у нас нет вот этой оценочной категории, профессиональной среде литературной, нет критики. Я уверена, что есть. Я уверена, что есть. Я уверен, что есть, только я ее не вижу. Где-то, да? К сожалению. Может быть, я допускаю, что ты знаешь библиотеку и подскажешь мне потом, где это все хранится, и я это все посмотрю. Потому что есть некоторое, ну, как бы сказать, что вообще не пишут. конъюнктурщины, вот я вам скажу, как человек, который когда-то очень внимательный... Сын классика белорусского. Я не сын классика. Вот. Это не моя оценка. Вот. Дело в том, что вот реальной критики, я, к сожалению, стараюсь, ну, все-таки что-то прочитывать, что-то просматривать. Я последнее время все вижу меньше и меньше. А вот конъюнктурщины вокруг литературного процесса становится все больше и больше. Ясно. И в этом причина очень простая. Дело в том, что мы ушли из того времени. Это, ну, общество эволюционирует, в том числе и здесь. И здесь появился, ну, вот это так называемое клиповое мышление. Оно, к сожалению, проецируется и туда, в серьезную литературную... Ясно, Андрей, спасибо. Ограничимся тем, что признаем, что литература еще в большом долгу. Ну, вот на этой несколько минорной ноте мы закончим сегодняшнюю нашу передачу. До свидания. Хорошего вам отдыха ночного. А через неделю, надеюсь, мы встретимся и продолжим разговор о том, что происходит вокруг нас и с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова